Друзья, всем привет! Вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас хотя бы раз в жизни не задумывался о том, что как было бы хорошо иметь возможность посвятить оставшуюся жизнь себе, ничего не делать, но при этом получать деньги? Попахивает на первый взгляд какой-то финансовой пирамидой. Но нет, друзья, мы рассказываем все по-честному. И вот в этом сюжете мы с вами поговорим про такую вещь, как коммерческая недвижимость. И сегодня мы с вами вживую посетим 4 объекта, начиная с кофейни уютненькой в 32 квадрата и до 100 квадратов помещения. То есть в этом ролике вы не увидите недвижимость за миллиард рублей в тысячу квадратов. Это будет что-то максимально приближенное к реальности. Но не забывайте, мы с вами находимся в городе Москве. А вы, просмотрев сюжет, сможете его обмозговать и прикинуть, что почем в вашем городе. Прямо сейчас мы находимся во дворе дома. Послушайте. Тихо вроде бы. Но сейчас мы с вами познакомимся с Павлом и переместимся на нашу первую точку. И уже постепенно все детально вам расскажем. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Как минимум это будет интересно послушать, посмотреть, сколько будет приносить помещение, если ты отдашь за него 40 миллионов рублей. Кто эти люди, которые покупают такие помещения? В общем, обо всем по порядку. Прямо сейчас мы начинаем. Собственно, наш сопровождающий сегодня в мир недвижимости Павел. Паша, 31 год. Паш, кратенько для людей расскажи из какого ты города сам, как давно переехал в Москву и что тебя привело вообще в недвижимость. Изначально я родился в таком городе, как Октябрьский. Он находится на республике Башкирия. Я там закончил школу и приехал изначально в Москву учиться. Наибольшая сильная моя сторона – это общение с людьми, в сравнении коммуникации, в сравнении дружественной коммуникации. Так получилось, что наибольшую доходность на эти качества дает, получается, недвижимость. Я сначала даже о коммерции не имел представления, что такая сфера вообще, в принципе, существует. По ряду собеседаний прошел, думал, пойду в жилье, в элитное жилье. Но тот мне на собеседнике говорит, а не хочешь ли ты попробовать себя в коммерции? В тот момент мне было где-то порядка 23 лет. А у меня главный вопрос в этом возрасте был. А там денег-то меньше не будет? Он говорит, нет, там все хорошо. И так я, получается, в коммерцию попал. Это был 2014 год, если я не ошибаюсь. И вот с этого времени я все время узконаправленно занимаюсь именно торговой, нежилой недвижимостью. Но одно дело оказывать услуги в помощи покупки, продажи или сдачи в аренду недвижимости коммерческой, а другое дело – ей владеть. Именно поэтому специально для этого сюжета я связался с Андреем Скрипко. Дима меня, как эксперта в коммерческой недвижимости, попросил дать какие-то комментарии на выпуск о выгоде коммерции по сравнению с жилой недвижимостью, вообще как инвестиционный актив. Значит, смотрите, у меня по Москве и области около 25 тысяч квадратных метров собственности. То есть я занимаюсь этим профессионально, у меня полноценная рука, управляющая компания своя. Ребята, поймите правильно, задача этого ролика – просто приоткрыть вам тему, чтобы вы понимали, как это работает. Рассказывать сказки о том, что все шикарно, шоколадно, продавайте квартиры, покупайте, мы не будем, забегая наперед. И прямо сейчас мы с тобой отправляемся на первую точку, площадь которой 32 квадрата. Да, все. Ну что, пойдем покажем, ребятам заодно расскажешь, сколько ты за эти годы-то подсобрал с людей. Ребята, ну вот так вот мы покидаем тихий московский дворик и выходим на улицу. Рядом проспект Мира, просто почувствуйте вот эту мощь и шум мегаполиса. Короче, вот в этом помещении на первом этаже нас встречает первая точка, которая взята в аренду. Здесь кофейня. Рассказывай, что там вообще происходит, какая там площадь. Кофейня «Серф Кофе» – достаточно известная сеть в московском регионе, очень активно развивается. Занимают они 32 метра непосредственно, получается, в данное помещение зашли месяца, наверное, 2-3 назад. Вот обратите внимание, что трафик здесь, конечно, бешеный, но в первую очередь тоже важные моменты. Машин-то полно, но парковочных мест здесь найти ого-го постараться придется. Но неподалеку есть станция метро, и в силу того, что здесь полным-полно народа, есть рядом бизнес-центры, собственно, на них она и живет. Вот мы сейчас с вами зайдем с маленькой камерой, я вам покажу, что происходит внутри. Спрошу, как вообще народ-то есть или нет, а то сейчас зайдем, а она скажет, хрень это все, 5 человек за день. Так, ребята, ну, короче, разведка началась. Здрасте. Ребята, а можно у вас кофейку взять и один вопрос спросить? Народу вообще за день много к кофейню приходит? Ну, в основном, в утренние потоки у нас происходят. Ну, утром вот сколько там? 10 человек, 50 человек. А сейчас 30-40. За утро? А утро это у вас со скольки до скольки? С 8 по... ну, по день, по 12. Ну, до 12. А с 12 до 5 что? Прямо так? Ну, там уже это из-за того, что здесь бизнес-центр, тут поменьше уже бывает. А вечером? Вечером по-своему. Как вечером? До скачки. Совсем плохо? Ну, примерно вот так вот, на твой взгляд, за день, ну, человек 100 проходит? 100, да? 150. Ну, плюс-минус, сколько в реале это проходит? 150, это вот, смесь, это... Подчеркиваю, что все мы записываем по-живому, но это звучит, как какой-то прикол. Сколько, говорю, утром народа? С 8 утра до 12, ну, человек 30-40. Днем? Ну, маловато, бизнес-центр рядом. Вечером совсем туго. Итого за день сколько? Ну, 160-170 человек проходит. И вот начинается самое интересное. 32 квадрата, на первом этаже коммерческое помещение. Сколько оно стоит? 41 миллион 500 тысяч рублей. Вот эта цена, она уже стала после скачка всех событий, или как? Или она и раньше столько стоила? Как понять? Крайно говоря, вот на нас скачок, у нас скачка как такового не было. У нас стоимости после февральских событий не поменялись, окупаемость не поменялась, поведение арендаторов не поменялось. Вот относительно других сегментов, наш сегмент, он как минимум остался таким же. И плюс на нас еще влияет классическая инфляция, которая влияет на все, на все типы недвижимости. Но еще жирный плюс, условно, да, что это кофейня, а как бы кофе каждый день хочется пить. Если бы здесь была какая-то ювелирка, это уже отдельная история. Совсем да. А вот кофе, булочка и так далее. А давай история. Да. Сколько арендатор платит в месяц? 275 тысяч рублей, арендатор платит в месяц. Ребята, 275 тысяч в месяц, но при этом 41 миллион 500 тысяч нужно отдать. Вот мы специально пишем все по-живому. Вот такой здесь шум. Проспект Мира, карту я вам показал. Так, это получается у нас вот это помещение, и там у вас туалет. Да. Так, все понятно. Ну что, кофе давайте нам два. Ты будешь кофе? Да, давай. Короче, кофейня сделана, видите, под серфинг. Доски различные. Ну так чистенько, в принципе, уютно. Ничего особенного. Но в тот же момент, ну не дыра, друзья. Сразу вам говорю по-честному, запах приятный. То бишь, нет такого, что, знаете, здесь неприятно находиться. Ну и такая своя атмосферка. Видели, наверное, там на кадр попал человек, он сидит работает, попивает кофе. Ну, стандартная история для Москвы. Вышел в кофейню, попил кофе, съел булочку, поработал, побежал дальше. Ни для кого не секрет, что бухгалтерия напрямую связана с развитием бизнеса и его безопасностью. Даже для получения банковского кредита на развитие вашего предприятия вам потребуется максимально прозрачный и доступный учет. А это работа не одного месяца. И на протяжении последних 10 лет в этом активно предпринимателям помогает компания МакЭксперт. Первый в России бухгалтерский конвейер на аутсорсе. МакЭксперт это крепкая, надежная и человеконезависимая аутсорс-бухгалтерия. От Калининграда до Чукотки, от Астрахани до Хабаровска технологии Мака позволяют предоставлять весь спектр бухгалтерских услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся в любой точке нашей необъятной родины. А основатель компании Мака, Лыков Александр, коренной дальневосточник, не понаслышке знает о всех трудностях, связанных с поиском квалифицированных кадров и содержанием бухгалтерского штата в городах, находящихся вдали от центра России. Именно поэтому Мака со знанием дела оказывают услуги в организации налогового и бухгалтерского учета по всей нашей стране. А высокая производительность достигается, казалось бы, банальными вещами. Разделение труда. Каждый сотрудник Мака Эксперт выполняет ровно одну небольшую операцию, но он знает ее досконально, поэтому ошибки просто-напросто сведены к нулю. Безопасность клиентов при этом застрахована на 5 миллионов рублей. И вы должны понимать, что Мака Эксперт не исчезнет внезапно перед сдачей отчетности, как это может сделать бухгалтер-фрилансер. Мака Эксперт не может заболеть, забеременеть или внезапно просто куда-то пропасть. Вы получаете круглогодичный бухгалтерский и налоговый учет. Человека-независимая машина, которая без сбоев и простоев выполняет все бухгалтерские и околобухгалтерские задачи. Даже самые сложные, нестандартные, вроде разблокировки банковских счетов и законной отсрочки налогов. И вот всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас работает не один универсал, а 6 специализированных департаментов. Ребята, ссылочка ждет вас в описании и в первом закрепленном комментарии. Вы можете оставить заявку, с вами свяжется сотрудник и проконсультирует вас детально по всем вашим вопросам. Если вас устраивает, вы заключаете договор и начинаете сотрудничество. Мака Эксперт поможет в развитии вашего бизнеса и самое главное, сделает вашу бухгалтерию прозрачной. Как говорится, комар носа не подточит. Когда заходят, какие есть еще сопутствующие расходы? Вот, допустим, ты как агент, как риэлтор, вот, к примеру, ты продаешь человеку помещение за 41 500. Есть ли вероятность того, что я хитрый, нашел собственника, пришел ему и сказал, нахрен мне ваш Паша не нужен, я хочу купить сам? И он мне говорит, да, без проблем, 38. Такое бывает? Такого не будет. Обычно у нас, скажем так, на рынке большинство собственников, они сетевые собственники. То есть у них много объектов, которые они продаются. Им их репутация дорога, раз. Во-вторых, они все в финмодель своего объекта закладывают уже расходы на брокеров. Соответственно, им просто в этом нет смысла. Им лучше иметь какие-то, скажем, долгосрочные отношения с тобой, либо с какой-то компанией. Ты постоянно реализуешь их объект или сдаешь в аренду. У вас хорошая коммуникация, им это просто как бы не нужно, в принципе. Ну сколько вот агент, брокер может получить за продажу такого помещения? Я могу сказать, сколько получает компания. То есть стандартный рыночный процент, 3%. От 41 500. А агент, вот ты продашь его завтра, это помещение, сколько тебе денег дадут? 30% от этой суммы. От 3,5%? Да, да, да. От 3%. От 3%. Ребята, все цифры я вам вывожу на экран, вот и думайте. Если говорить о том, выгодна ли коммерческая недвижимость, то ответ простой. Да, она гораздо более выгодна, чем желает. И правда, в жилой, в любом сегменте окупаемость, ну порядка 20 лет, будь то, неважно, машина, места, кладовка или сама квартира, окупаемость там порядка 20 лет. И говорят многие, что выгодно арендовать квартиру, а не покупать. В коммерции окупаемость гораздо короче. И это выгодный инвестиционный актив. Но, опять, вы должны понимать, что выгодна она в первую очередь тем, кто занимается этим профессионально. И огромное количество есть подводных камней. Например, я могу сказать свои однозначные нет в покупке коммерческой недвижимости. Первое. Никогда не берите коммерческую недвижимость в достроенном, вот сейчас достроенном, или который достроится там через пару месяцев ЖК. Потому что, во-первых, там уже будет очень дорогая цена за метр, потому что ЖК уже сдан, но при этом он еще не заселен. У вас какой-то поток от этого ЖК не будет еще на протяжении трех лет. Поэтому три года вы будете просто ждать, пока появится поток, чтобы к вам пришли хорошие арендаторы. Если вы хотите именно инвестировать, например, беспроблемно в такие вот красивые помещения в жилых комплексах новых, то выбирайте инвестирование на старте котлована или, может быть, еще раньше. Тогда вы сможете зайти повыгоднее и заработать уже на просто самом росте, в цене метра в этом ЖК. Никогда не инвестируйте на последних этапах. Вот обратите внимание, как все хорошо подобрано с точки зрения контраста. Первое. Проходное место, полно машин, небольшое помещение. Очередной новострой. Жилой комплекс, на первых этажах которого продаются помещения. Подчеркиваю сразу, все продано. Вот все, что вы сейчас увидите, это все продано. И вот везде висит аренда, аренда, аренда. Потому что один из первых корпусов достроился. Постепенно сейчас люди сюда будут заезжать. Ну, кто-то будет заходить в аренду. Строится вторая очередь. Но это уже совсем другая история, потому что по Москве и Московской области этого вот так вот полным-полно. Все что-то строится, строится. Самое главное что? Чтобы достроилось. Вот здание, на первом этаже которого два помещения, в которые мы сейчас сходим. И Паша нам расскажет, что там, к чему и почем. И вот этот объект как раз ровно то, о чем только что говорил Андрей. Обратите внимание. Первая часть жилого комплекса достроена. Она введена в эксплуатацию. Помещения все давным-давно проданы. Но повсюду одни и те же наклейки. Аренда, 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 аренда. Ну что, ребята, давайте залетать. Паш, здесь нас сколько ждет квадратов? Здесь нас ждет 72 квадрата. Открывай. 72 квадрата. Ребята, заходим. Смотрите, 72 квадрата новостройка. Вот ровно так, да, сдают помещение, продают. Да. Когда это коммерческая площадь. Вот ты расскажи. Вот 72 квадрата. Человек в каком году вот это покупал? Это было в том году. Ой, нет, пардон. Это было в январе. В январе. И за сколько он это купил? Грубо говоря, 450 тысяч за квадрат. Ну, миллионов. Давай так скажем, 30-31 где-то так примерно. 450 тысяч за квадрат за новое помещение, да? Но это было еще в процессе, когда дом еще строился. Но он уже вот-вот должен была быть сдача. Короче, друзья, с одной стороны можно сэкономить. С другой стороны, самое главное, чтобы вот эти вот-вот дошли до конца. А то мы уже с вами накатались, насмотрелись. Когда дом вот-вот готов, а потом херак. Конкретно в данном случае стоит отметить. Они сдали раньше срок. Ну, здорово, если так. Ну и до что? Под какие нужды? Что угодно? В принципе, да. В принципе, да. Вообще каких-то глобальных ограничений нет. Наверное, только ограничения по медицине. У стоматологов с конца того года появился новый ГОСТ. ГОСТ, нельзя, чтобы под их помещением был паркинг. Они лицензию не смогут получить. А здесь паркинг. А, то есть под нами парковочка. Да, 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 да. Но это во всех жилых комплексах новых. И комфорт, и бизнес-класс. То есть это везде. Поэтому у них прям сейчас большая сложность по поиску помещений. А так, в принципе, оно универсальное. По чем его можно будет сдать? Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Здесь в данном районе установились такие, скажем, ставки. Порядка, наверное, 5-5-100 тысяч рублей за квадратный метр в месяц. 375. 375. Вот так вот. И, соответственно, я, допустим, захожу с кофейней и ремонтик, все на мне. Да, да, да. И то есть вы даже не полы, ничего делать не будете? Как бы я за это все отвечаю? Это обычно обсуждается. Каким-то арендатором это нужно? Это можно обсудить собственникам. Скидку сделать? Либо скидку сделать, либо через каникулы дадут больше каникул. Либо разделят расходы. В ситуации решения бывают разные. Ну и что, звонки есть по этому помещению? Да, да. Люди приходят, смотрят. Потому сейчас ведем переговоры с пекарней сетевой. Пока не могу говорить, потому что пока еще в разговорах. Поэтому тоже интересно. Там еще у нас есть 111 метров в соседнем доме. Второй момент, который для меня всегда нет в инвестициях, это надо смотреть не на арендный поток, который приносит вам помещение в данный конкретный момент или может принести какой-то потенциальный арендатор. Знаете, это модное слово, например, MAP, Мечный арендный поток. Или GAP, Готовый арендный бизнес. Всегда смотрите на первый критерий, это цена метра. Я могу сказать, помещение с ценой метра дороже 500 тысяч за метр сразу выбросите. Да, они могут приносить вам окупаемость. Они могут, в принципе, быть более-менее адекватными, но выбросите их. Потому что если вы платите такую большую цену за метр, вот как, например, некоторые ЖК, которые мне, не ЖК, а некоторые помещения, которые мне Дима отправил, вот ему там брокер коммерческой недвижимости посоветовал, там цена за метр, например, на проспекте Мира 1 миллион 300. Ну, помните правильно, если у вас съезжает арендатор, который там за 30 метров платит 275 тысяч рублей, вам крайне тяжело найти такого же арендатора. Да, у вас будет простое, а любой там месяц простое в такой недвижимости, это сильно снижает вашу окупаемость. Поэтому никогда не вкладывайтесь в очень дорогой ценник за метр. Больше 500 вообще не берите, это мой личный вам совет. Вообще говоря о себе, я не беру ничего дороже 200 тысяч за метр. Потому что вы должны понять, чтобы заработать на коммерческой недвижимости, она должна быть не такая прилизанная и причесанная, как в идеальном варианте. Если у коммерческой недвижимости есть какие-то либо внешние проблемы, ну, то есть, ну, там нужно какой-то косметический ремонт сделать, или, не знаю, входную группу переделать, или, может, какие-нибудь согласования по увеличению мощности, она уже будет гораздо более выгодна и прибыльна по окупаемости. Короче, ребята, пожалуйста, вот он ваш потенциально возможный бизнес. За ваш счет все нужно будет сделать. Здесь, смотрите, шикарный вариант, что раньше была кофейня, которая только что, мы видели, ну, другая сетка, которая качает, а здесь все, до свидания, уехали. Ну что, показывай, что там у нас внутри. Это 82 квадрата, и ровно так вас все встречает, когда съехал предыдущий арендатор. Чтобы вас не запутать, я вам показываю карту нашего перемещения по ходу монтажа. Вот первая точка, вторая, третья, была четвертая, мы на нее не поехали, но я вам о ней чуть позже расскажу. Это для того, чтобы у вас сложилась картина, в какой части города мы находимся. И сколько это стоит? Смотри, у нас здесь, значит, получается помещение 81 квадратный метр. Его можно как снять в аренду, так и приобрести. Ага. Вот. Если говорить о приобретении, то он стоит 60 миллионов. Если говорить об аренде, то он стоит 450 тысяч в месяц. В чем плюс данного варианта, скажем так, здесь, во-первых, очень близко вокзал. Ага. Здесь очень крупный жилой массив. Почему? Ну вот, можно достаточно плотненько, плотненькая застройка. Время. Время скоро обед, однако, как бы активность войска на улице есть. Плюс здесь, напротив, скоро будет вводиться бизнес-центр, который построен для банка Тинькофф. Главной офис. А, вот у них будет главной офис. Там идет ремонт. 100 тысяч практически квадратных метров. Здесь откроется целое отделение банка. Ну, конечно, неплохо. Ну, вот такой трафик, друзья. Смотрите сами. Рядом и автобусов полно. Люди сидят, ждут открытия. Студия красоты, солярий. Короче, все полно. Магазины. То есть, теоретически, здесь главное подобрать хорошее направление по бизнесу, которое действительно будет людям востребовано. Ну, и вперед из песни. И вы заходите такие, так, ну вот, 450 тысяч будь добр заплатить. Слушай, Паш, первый вопрос. Какого хрена, когда люди съезжают, собственник не ставит для них условия, чтобы здесь все было идеально чисто? Почему допускается такой вариант, когда витрина осталась, мусор остался? Это уже каждые отдельные договоренности между собственником и арендатором. Кто-то говорит, за собой все вычистить. Кто-то прям даже люстры за собой собирает, выносит. Это вот каждая отдельная ситуация рассматривается, скажем, индивидуально. Где-то, как вот здесь, встали, вышли и все. Короче, здесь, давайте так, откровенно, отношение наплевательское с точки зрения к помещению. Ну, потому что я считаю, что это как минимум можно... Они же залог берут, да, за один месяц. 450 тысяч по-любому остается. Можно было сказать, ребят, ну как минимум за собой, мусор весь уберите и все, а то нифига себе. Вот мне бы, например, если бы я хотел в аренду взять, я вот так вот пришел бы, а мне вот это... Вот напишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете? 5 тысяч рублей платишь человеку, он в течение дня здесь порядок тянет по полной программе, еще доволен, останет, что ему пятак дали. Подсобное помещение. Подсобное помещение. Там, наверное, где-нибудь Чриса нас ждет или Мич. Так, нет, здесь мойки были сделаны. Ну, понятное дело, что здесь полностью была сделана перепланировка под себя. Вот расскажи, как минус. Так. А то в жилых помещениях же перепланировку по-любому нужно всегда узаканим, все, что свыше. Ну, первый, второй этаж и так далее. Здесь тоже. Здесь тоже. Но здесь как бы... Другой критерий по нежилым помещениям нельзя трогать несущие конструкции. Вот. Любые ненесущие конструкции нужно, если хочешь, тебе под бизнес нужно, например, либо твоему арендатору нужно, переделывается и узаканивает. С этим никаких проблем нет, все. То бишь, с точки зрения поставить санузел, мокрые точки, так называемые, сделать какие-то перегородки, стены, возвести, отопление вывести. С нежилым помещением на первом этаже, вопросов ноль, только не трогать несущие стену. Несущие, да, конструкции. Зафиксировали, ребята? Вот, пожалуйста. Когда вот это помещение освободилось? Грубо говоря, может быть, месяца три назад. Вот, грубо говоря. То бишь, уже простой три месяца, вот это начинается самое интересное. Миллион триста пятьдесят уже так вот мимо носа прошел. Ну, раз по четыреста пятьдесят тысяч. Ну, да. На сегодняшний день есть хоть один желающий, кто уже там на стадии подписания контракта? Буквально позавчера показывали сетевому арендатору это помещение. Именно конкретное название сказать не могу, могу сказать, что это сеть лабораторий по... Короче, медицинская что-то типа клиника. То есть движение вокруг помещения есть, оно не какое-то там затухшее или мертвое. Но тем не менее три месяца... Вы бы здесь не оказались, скажем так. Ну, три месяца хрен собачий. Ну, грубо говоря, да. Как оценивать арендаторов, которые сидят там? Очень просто. Если нет никакой высшей математики, просто берете циан, смотрите срез по району, смотрите среднюю ставку за метр. Ваш арендатор должен платить вам среднюю или ниже среднюю ставку за метр. Если он платит ставку выше, то либо здесь какой-то подвох, либо могут быть проблемы с повторным заселением, если арендатор этот сет пас съедет. То есть никогда, запомните, никогда не берите недвижимость, если вам нравится там арендатор. Всегда думайте, а что я буду делать, если арендатор съедет. Это тоже главное правило, потому что огромное количество арендаторов садятся за откаты. Да, тот же Мираторг, например, известный, что они очень часто во многом помещении садились за откаты. Потом они съезжают, вы заселить не можете арендатора. Какой-нибудь, например, Кусвин, которым всем нравится как арендатор, он за откат не садится. Но у него политика очень простая, несколько месяцев в убытку он сразу съезжает. Поэтому принимайте этому внимание. И третий важный критерий, это вот окупаемость. Если мы говорим об окупаемости аренды, никогда не берите помещение с окупаемости больше 11 лет. Вообще никогда. И если вы берете помещение с окупаемостью 10-11 лет, должен быть очень ликвидный объект на хорошем трафике, с очень хорошим арендатором. Например, какая-нибудь сетевая аптека рядом с метро. Да, если вас устраивает цена за метр, и у вас получается окупаемость 10-11 лет, то еще можно. Любой другой арендатор, который, например, там менее известный, менее стабильный, менее надежный, ищите всегда окупаемость от 8 до 10 лет. Вы ее найдете. 8-10 лет это окупаемость без проблемных объектов. Если вы смотрите объекты с проблемами, как, например, я, какие-то цешки, нужно делать реконструкции, то ищите окупаемость 7 лет и ниже. То есть вот ваша целевка, это 7 лет и ниже. Тогда вы можете что-то подправить и получить дополнительный доход. Вполне возможно, что кто-то посмотрит с региона и подумает, нифига себе, я сижу, у меня там зарплата 15-20 тысяч, а тут ходишь, помещение продаешь, и такие деньги можно заработать. Вот расскажи реалии, за год, например, вот на сегодняшний день, июль, сколько ты сделок совершил реально за этот год? Ну, грубо говоря, наверное, штук 6-7. Вот, ребята, 6-7, то есть в среднем это в лучшем случае одна сделка в месяц. Да, ну, понимаешь, что это размазано, иногда это, может быть, были две в одну, а один месяц пробил. У нас такой рынок своеобразный, надо понимать, что ты иногда можешь вот, допустим, даже если ты пришел из другой сферы, тебе какое-то время потребуется на разгон. Иногда бывают непростые времена, как была пандемия, это было для нас непростое время. Сейчас тоже считается непростое время, в принципе, из-за вот февральских событий. Люди так аккуратно на все смотрят, с умом, более с умом подходят, чем в спокойное время. Не забывайте, да, что в первую очередь на коммерческой недвижимости зарабатывают те, кто вам ее продают. Да, поэтому, да, она выгодна, но помните о том, что без проблем заработок только есть у тех, кто ее продает. Да, это либо брокеры, либо тот человек, который хочет от нее избавиться. Поэтому всегда держите это в голове. И чем больше проблем недвижимости, тем более она выгодна. Поэтому сами для себя решайте. Хотите ли вы просто пассивно инвестировать, тогда ориентируйтесь, ну, где-то на 10 лет окупаемости, да. 9-10, ваша целевка по окупаемости, если вы хотите просто пассивно инвестиции. Если вы хотите что-то делать, да, ну, либо какие-то там минимальные преобразования по ремонту. Либо там, например, большой объект поделить на несколько арендаторов. То есть, ну, ротация арендаторов какая-то. То ориентируйтесь всегда, ну, лет на 8. Это без большого геморроя вы можете вложиться в коммерческую недвижимость с такой окупаемостью. Если вам кто-то говорит, что окупаемость там 13 лет шикарная, вот хороший арендатор, стабильный. Всегда сравнивайте эту окупаемостью, окупаемость с той окупаемостью, которая может получить в альтернативных вариантах. Например, там, дав кому-нибудь деньги в долг под процент, под залог чего-то. Я не знаю, купить ОФЗ там и тому подобное, да, то есть какие-то облигации. Всегда об этом помните. Такой человек, как я, купил себе помещение, сдает его в аренду. Да? Все правильно. А денег откуда неизвестно берут? Слушай, на самом деле у кого-то там есть какой-то операционный бизнес. Допустим, не знаю, производство дверей, да, скапливается денежная сумма, перекладывают в другую сферу. Таким образом, как бы раскладывая риски, а вдруг его бизнес хлопнется? Ну, всякое бывает. Мы все-таки живем в такое время. Кто-то, например, хирурги, стоматологи, они априори зарабатывали всегда много, медработники. Кто-то испокон веков, кстати, распространенная история, сейчас большой такой, получается, этих людей поток пришел. У кого, например, была бабушка, были дедушка, к сожалению, их время вышло, а и квартиры остались. А детям и квартиры не нужны, у них есть своя квартира. Они эти квартиры продали, вытащили денежные средства. Они уже откуда-то взяли информацию, что коммерцию сдавать именно в деньгах в месяц выгоднее, чем за те же деньги квартиру. Приходят к нам и говорят, как бы, ребята, нужна помощь, найдите что-нибудь хорошее, качественное, ясное и понятное. Короче, зажиточные москвичи, как обычно, везде получают все блага. Вот вы вдумайтесь, у кого-то была квартира реально там в пределах Садового кольца, а если вы посмотрите, нормальная двушка, там трешка, она так и будет примерно стоить вот там 40-50 миллионов. Реально, друзья, такие цифры. В доме, в жилом доме, правда, там такие цифры. Там и еще выше. Там и дальше летит. Я вот про старый даже дом говорю. Сдавать ее, ну, 100 тысяч, ну, 150 это потолок, опять же, это есть ремонт еще хороший. А тут ты, получается, перекладываешься в коммерцию, у тебя есть договорчик, и как бы вот начинается эта мечта, я на Мальдивах, а вы тут работаете. Кстати, это не мечта, кто-то так живет из наших людей. Кто-то, кто даже сюда приезжает вот раз в несколько месяцев, просто какие-то вопросы порешать, и даже не факт, что с помещением, какие-то личные. Если говорить о себе, да, то мой самый убыточный объект, который я когда-либо приобретал, это помещение в бизнес-центре NeoGeo, которое было красивое, прилизанное, сам бизнес-центр тоже большой, был такой флагманский у Stonehengeo бизнес-центра NeoGeo. Сейчас, к сожалению, все загнулось. Это мой самый убыточный актив, где я реализую с убытком, да, то есть это вот актив, на котором я реально потерял деньги. Все остальные активы, которые я брал, следуя вот этим вот изложенным критериям, я брал в прибыль, поэтому помните, давайте суммируем. Первое, на что вы обращаете, это цена за метр квадратный. Больше 500 тысяч за метр квадратный никогда не берите, да. Вообще 300 должен быть для вас край, на самом деле, да, это по выгодным помещениям. Дальше второе. Никогда не берите помещение под арендатора. Всегда смотрите срез по цене за метр, сколько платят разные арендаторы. И учитывайте нюансы, например, расположение, близость школ и тому подобное. Потому что если школа близко, то вы, например, не можете сдать сетевику, который занимается алкоголем. Например, красные, белые к вам сесть не могут, потому что они не могут получить там лицензию. И третье. Считайте окупаемость. Окупаемость всегда должна быть. Ориентируйтесь на 10-9 лет, если у вас пассивный инвестор. 8, 9, 10. Больше я не советую, потому что можете найти варианты лучше. И помните, когда вам говорят, что вот вы окупаемость, за 13 лет все окупите, или даже за 11 окупите. Помните о том, что если арендатор от вас съедет, у вас будет какая-то ротация, это еще увеличит вашу окупаемость. Не говоря о том, что есть у нас, в принципе, инфляция, все падает. И если договор с арендатором долгосрочный, может так получиться, что деньги, которые вы будете от него получать через 5 лет, будут уж совсем другие. Поэтому ротацию арендатора всегда держите в голове. В общем, я надеюсь, я суммировал. Главное, помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. А если интересно что-то про недвижку, то можете перейти на мой канал «Вокруг скрипко». В общем, как говорится, Дим, как ты у меня на прямом эфире рекламировал свои проекты, так и я на правах бартера делаю то же самое. В общем, спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. И всего вам хорошего. Хорошо. Пару примеров из серии. Вот когда приходишь, ой, у нас все хорошо, у нас ликвидный объект, трафик полно, но при этом мы уже слышим, к примеру, просто 3 месяца никто его в аренду не взял, при этом человек его готов еще и продать. Возникает логичный вопрос, что фуфло это не помещение за 450к, но здесь нахрен никому не нужно. И, соответственно, что же он его продать-то хочет? Зачем? Не говорит собственник, цель продажи. Ну, правда, он получился деньги. И куда он их? Ну, слушай, он достаточно сетевой, собственно. Он, в принципе, находит возможности приобретения помещений, скажем, либо по низу рынку, либо чуть ниже рынка. Далее, либо упаковывает его арендатором и продает, как готовый арендабит, либо продает его уже в пустом виде. То есть, это у него, скажем, какой-то его бизнес. Короче, друзья, здесь во всем нужно разбираться, вникать, анализировать. Я бы, например, посоветовал так, если кто-то хочет, допустим, что-то покупать, послушал Пашу, послушал еще кого-то, вот агентов разных, и уже какую-то общую картину сделал, чтобы понимать. Потому что тоже некоторые перекладывают деньги не просто так. Поработал год-два, понял, что здесь не идет оно. Продал, ушел в другое место, как более ликвидное, прибыльное. Кстати, вот давай финальный вопрос здесь. 450 тысяч ты чистыми получил, а коммунальные платежи и так далее, это всегда? Это всегда на арендаторе, на собственники взносов за капитальный ремонт. То же самое, как у квартир. И, соответственно, какие-то фиксированные эксплуатационные платежи управляющей компанией. Это бывает также на арендаторе, а бывает, что только коммуналка. Короче, договоримся. Да, 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 да. Но вот взносы по капитальный ремонт всегда на собственники. Вот обратите даже сами внимание, в каком бы городе вы ни жили, всегда есть помещение, есть площади, в которые зашел один, например, арендатор, и у него все хорошо, он всегда работает, потому что тоже важно, кто к тебе заходит. Продуктовый магазин, кафе, салон красоты. Это же все нужно взвешивать. А бывает помещение, что вроде бы оно и находится в хорошем месте, трафик большой, вроде бы и цена адекватная, но постоянно, постоянно там меняются арендаторы. Вот бывает такое, что по одной стороне все хорошо, народ идет, покупает, по другой стороне точно такой же магазин, там всегда просадка в продажах. Вот вы, если так вот ходите, смотрите повнимательнее, обратите на это внимание. Паш, вот ты агентом работаешь по недвижимости коммерческой, квартиры ты старые, убитые, никому не показываешь, за исключением вот только помещения разных форматов. Звучит неплохо и непыльно. Знаешь, проснулся утром, накинул рубашечку, попил кофе у Паши, прикольный Ягуар. Мне почему-то сразу вспомнился фильм Духлес, если я не ошибаюсь, там главный герой был Макс, и у него был номер такой же, практически 177, 177, и было написано Макс. А, на шестерке BMW он видел. Шестерка BMW, ну, тачка у него, конечно, покруче была, BMW все-таки как-никак. Но чем-то вы похожи. Ты молодой, 31 год, тачка прикольная, офис в Сити. Кайфуешь? От жизни? От жизни, от машины, вообще, от работы. Да, 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 да. Слушай, я бы, если бы не кайфовал, я думаю, я бы в своем сегменте столько лет бы уже не правил, наверное, бы ушел. Но в тот же момент, Паш, седината на волосах уже есть. Есть, и многое что видишь, да. От чего? От чего такой стресс-то? Ну, слушай, я бы не сказал, что наша работа простая. Я думаю, отчасти, а я ее могу местами близко воспринимать сердцем, возможно, где-то, да. И это сказывается на мне. Ну, как раз, в принципе, седина к лицу бывает, знаешь. Какого года? Семнадцатого. За сколько ты его покупал? Что-то около двух, по-моему, было. Ну, два миллиона, ребята, имеете в виду, ты ее покупал в 2019 году. Все верно. С небольшим пробегом, да? Тридцать, что-то там. Открой машину, хотя бы это. Заглянем, как она выглядит-то. Ласточка, Ягуар. Раньше мы еще бывало на канале обзоры снимали, но машины сейчас такой необходимости нет в силу того, что те цены, которые стали. Ну, слушай, ну, видно, да, друзья, чистенько все у человека в машине, ухоженно. Это тоже показатель. Потому что у некоторых тачку откроешь, там документы, фигенты, все это разбросано, думаешь, да. Вот это место для ног, это склад, чего вот они будут. Правильно. При этом ты переехал в Москву 15 лет назад, подрос, заработал денег, квартирочку себе уже купил? Да. То есть у тебя в собственности есть свое жилье? Да. А сколько площадь у него? Это двушка 59 метров. По новостройке или вторичка? Новостройка. Новостройка. Ремонтик, да, наверное, там все шикарно, красиво. И все это дело ты заработал на коммерческой недвижимости? По сути, да. Вот ты можешь рассказать просто людям, в чем ценность твоя, как агента? Потому что некоторые говорят, да нахрен ты нужен? Ну, давайте, да, откровенно своими словами все называть. Я же могу без тебя позвонить собственнику, договориться с ним. Он мне там пришел, показал, там отправил помощницу. Открыть дверь, там, условно, денег не стоит. Тем более, когда я купить хочу, в аренду взять. Вот расскажи, пожалуйста, людям, как ты видишь свою ценность в данном бизнесе? На моем опыте есть фундаментальная разница, да, между коммерцией и жильем. В жилье там сегмент, на мой взгляд, больше на эмоции. Вот люди, например, продают квартиры или показывают их в аренду. И им главное почувствовать, что они в этой квартире будут жить. Здесь у них детская, здесь у них там, главное, спальня, еще что-то, что-то. У нас очень много нюансов. Ты должен быть немного бухгалтером, ты должен быть немного юристом. Потому что ты же не можешь по любому поводу к этим специалистам бегать. Ты должен понимать в налогах, как, что, куда, как правильно сделать, как правильно сдать, чтобы люди огромные налоги не платили. Ты должен понимать юридическую составляющую, что там по гражданскому кодексу можно, что нельзя. Ты должен, это уже сквозь время, сквозь опыт приходит, ты должен понимать, где какие ставки адекватные, где ставка перегрета, где адекватная цена за квадратный метр продажи, где неадекватно. На рынке, да, есть много давних игроков. У них опыт, я имею в виду, кто владеет помещением или продает их. Кому, может быть, не всегда нужен брокер, да? Но иногда мы для них находим, даже для таких людей, какие-то уникальные вещи, которые вот так вот просто не лежат. Или они для него неочевидны, нужно немножко им про объект рассказать. Он такой, а, вот в чем суть. Также много новых людей, которые вот даже вот в это непростое время к нам пришли с других, там, с фондового рынка. Кто в валюте сидел, кто в рубле сидел, который все вот это сильно растрясло, скажем так. Кто к нам пришел и говорят, расскажите, как, что, куда у вас здесь тут. Мы никогда не занимались, и вот ты для них, как, знаешь, как некоторые, получается, скрусоводы, расскажут, что, где, как, что, где, сколько можно сдавать, что можно на ваш бюджет купить, где можно купить, какие варианты в центре, в спальнике, ну, там, не знаю, на первой линии какой-то вылетной магистрали, еще что-то. То есть здесь у нас ценность-то, по сути, она большая, потому что много знаний несешь, помимо тупого открывателя ключей, как ты правильно выразился. Вот скажи людям, вот многие сейчас там потеряли работу, кого-то сократили, кто-то ушел, где-то какой-то бизнес загнулся. Огромное количество тех же самых менеджеров по продажам автомобилей. Сейчас раз, и все, машинок все меньше и меньше, продавать нечего. Кому-то пинка под попу дали. Вот он сейчас посмотрит, скажет, типа, о, блин, в недвижку пойду, буду заниматься, продавать я умею. Что человеку нужно ключевое знать, чтобы ему не нужно было сидеть, книжки читать, чтобы он уже заранее мог сделать. Что нужно изучить? Чтобы она делать именно путь в коммерцию. Наверное, сначала изучить рынок, сколько стоит через, опять-таки, общедоступные площадки. Я думаю, это было бы фундаментально понимать, что такое помещение может стоить столько и в аренду, и в продажу. Смежные вещи. Даже если ты не хочешь заниматься арендой, ты должен понимать, что сколько стоит, потому что это взаимозавязанные вещи. Одно без другого невозможно. Наверное, в первую очередь, надо с этого начать. И потом, может быть, пойти в какое-нибудь агентство, скажем, недвижимости попроще, которое готово брать тех, кто стремится начать свой путь, но еще не имеет опыта. Рабочую силу, да, бесплатно. Стажер? Ну, не из-за бесплатного, они готовы платить. То есть, если ты пока учишься... Нет, фикса нет. Пока ты учишься, ты же тоже как-то двигаешься, с кем-то общаешься. Тебе начинают давать какие-то клиенты, какие-то звонки. И так ты постепенно каких-то сделать, начнешь, начнешь, начнешь свой путь. Но в идеале я бы, наверное, не рекомендовал именно вот сейчас это делать. Пусть немножко вот эта ситуация наша февральская подуспокоит. И, наверное, ближе к концу года может у тебя следить, чтобы она как-то стала больше похожа на то, что было. Но ты можешь вот открыть секрет, вот за 7 лет твоей работы самый удачный год, когда вот у тебя прям был самый большой доход, сколько это? Вы же доход считаете в год, правильно? Ну, так будет правильно, потому что можно, знаешь, один месяц хорошо поработать, потом три месяца будешь стараться, у тебя ничего не будет получаться. Всякое бывает, как говорится. Если мне память не изменяет, это был или 17-й, или 18-й год, не помню точно уже, ну, это, наверное, было порядка 9-9,5 миллионов. Ну, короче, 9 миллионов за год. Да. Нормально, ребята, что скажете? Как вам? На сегодняшний день долги есть, кредиты есть? Небольшой кусочек по ипотеке у меня остался, потому что я большую часть за квартиру заплатил, но мне нужно было быстрее ее купить, а в моменте всей суммы не было, потому что прямо как раз это была история с ростом цен на жилье. Нужно было поймать, как раз я пока поймал, купил квартиру, пока делал не ремонт, у нее цена выросла на 1,5 миллиона. Ну что, ребята, сегодня было что-то на богатом, или что вы скажете? Значит, основная задача ролика, подчеркиваю, исключительно донести до вас информацию для размышления. У кого-то появилась какая-то площадь квартиры, кто-то заработал денег, и подчеркиваю, мы сейчас говорим не только про Москву. Вы можете эту информацию получить, но подумать и посмотреть, что в вашем городе, потому что те же самые провинциальные города, которые начинаются уже в 100 км от Москвы и дальше, там недвижимость, конечно, гораздо дешевле, но там и ставка ниже. Поэтому все это дело нужно высчитывать и смотреть, что у вас в городе происходит, что там в соседнем городе, может быть, у себя что-то продал, купил там. Непосредственно, исключительно для размышления. Кто-то предпочитает вкладываться в жилье в виде квартиры, сдавать в аренду. Павел нам точно так же отмечал, что выгоднее купить коммерческую недвижимость. Она быстрее отбивается, с нее больше можно заработать, с ней относительно меньше хлопот, там больше защищенности, гарантии. Вы работаете с крупными компаниями, а не с одним частником, который в один момент может исчезнуть, и все, что если будешь делать? Бегай, прыгай, ищи его. Короче, друзья, я надеюсь, этот сюжет вам понравился, вам было интересно посмотреть, послушать. Вы получили новую информацию для себя. Таким образом, смело подписывайтесь на канал прямо сейчас, если вы этого еще не сделали, потому что дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok